Когда будет свет, магнитогорские дворы становятся ярче. Сотрудники Горэлектросети продолжают монтировать уличное освещение в кварталах. Где уже горят фонари, а где еще только появятся, расскажем в нашем следующем сюжете. Во дворе дома 122-1 по проспекту Ленина идут работы. По периметру площадки устанавливают электроопоры. Их здесь никогда не было. Валентина Шустикова, одна из старожил дома, говорит, Многие привыкли, что под окнами пятиэтажки зажигаются лишь подъездные фонари. Но и они горят с перебоями. Порой жильцам приходится добираться домой в кромешной тьме. У нас здесь люди пожилые сейчас стали, потому что тоже с основания дома живут очень многие. Очень скорая приезжает, но они медленно продвигаются, чтобы видно квартиру, которую вызвали. Монтаж уличного освещения проводят в несколько этапов. Сначала бурят лунку до двух метров в глубину. В нее помещают электроопору. После этого установят светильники и проведут провода. Процесс осложняют водители, которые паркуют свои автомобили вдоль детской площадки. От горожан бы содействовал побольше, чтобы во время работ видеть, что техника работает. Ну, убирали свои автомобили. Уличные фонари планируют зажечь здесь в конце октября. Светлее станет и в других дворах города. В настоящее время монтаж оборудований идет по нескольким адресам. В октябре будет монтироваться освещение там, где его не было. Это в Ленинском районе, 62-й, 63-й, 64-й квартала. Пробережный район, 125-й, 133-й микрорайон. Левый берег в районе 21-й школы. Более 50 всего будет объектов. Это внутриквартальные территории, ну и проезды второстепенные там, где не было освещения. Работы по монтажу уличного освещения внутри кварталов сотрудники гороэлектросети продолжат. В планах до конца года сделать светлее еще около 20 объектов. Одновременно мастера выполняют и текущую работу. Ремонтируют неисправное оборудование и меняют лампы. Сообщить адрес, по которому не горят фонари, жители могут по телефону диспетчерской службы, либо на электронную почту организации. Заявки принимают круглосуточно. Ольга Сухоплюева, Владимир Ровенский, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.